Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 1 мая вы смотрите обзор главных аграрных новостей. В этом выпуске мы расскажем, что думают аналитики о рынке подсолнечника и подсолнечного масла в новом сезоне, какие вредители и болезни пришли на юг России и почему правительство решило запретить экспорт гречки. РЕФИНИТИВ АГРИКАЛЧА РЕФИНИТИВ АГРИКАЛЧА Его же масличный валовый сбор может достичь 24,5 млн тонн. Дмитрий Рылько, однако, подчеркнул, что это суперпредварительный прогноз. Поскольку рынок подсолнечного масла, по сути, поделили между собой две страны, Украина и Россия, высокий сбор вполне вероятно выльется в падение цен. В последние недели подсолнечное масло уверенно держится на отметке свыше 1500 долларов за тонну на условиях ФОБ. А в новом сезоне, по прогнозу Владимира Жилина из Русагра, масло потеряет около 400 долларов. Но ниже 1000 долларов за тонну опуститься цена не должна. В ИКР отмечают, что в течение 7 лет, с 2013 по 2020 год, подсолнечное масло на базе СИФОБ стоило в районе 600-900 долларов. Однако, этот период низких цен на масло закончился. Благодарить за это следует пальмовое масло. Владимир Жилин рассказал, что в течение многих лет малазийским и индонезийским фермерам приходилось сильно экономить на инфраструктуре, удобрениях. Они не слишком заботились о том, чтобы закладывать новые пальмовые сады. В конце концов, продуктивность деревьев снизилась. Кроме того, в этом году ситуацию усугобило явление ланинья. Это явление приносит большие дожди и усложняет сбор урожая. Цена на пальмовое масло в новом сезоне должна, по прогнозу аналитика, удержаться на уровне 780-800 долларов за тонну. При этом подсолнечное масло будет торговаться на уровне 1060 долларов за тонну ФОП. А рапсовое масло станет самым дорогим – около 1120 долларов за тонну. Но нас, конечно, интересует, сколько будет стоить подсолнечник. По словам Владимира Жилина, такого уровня цен, как сейчас, когда за килограмм подсолнечника дают более 60 рублей, ожидать не стоит. Однако уровень в 25 рублей за килограмм может, говорит аналитик, закрепиться надолго. В любом случае, как выразился Жилин, на масличных фермеры будут гораздо более в шоколаде, чем на зерновых. В связи с тем, что были введены экспортные ограничения на зерно. Но еще раз уточню, что этот прогноз является предварительным. Одна из причин, по которой прогноз рекордного урожая подсолнечника может не сбыться – это обильные осадки. Они задержали в этом году все весенние работы, в том числе сев. На этой неделе у нас в Ростовской области стало чуть суше и аграрии возобновили работы. Но пока мы не имеем свежих данных о том, как идут полевые работы, можем вам показать только статистику Центра агроаналитики на 23 апреля. Мы видим, что в целом яровой сев отставал где-то в два раза по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно это было на подсолнечнике и на кукурузе. На нашем сайте agrobook.ru мы сделали подборку материалов о проблемах, которые принесли осадки. Это и долгоиграющие всходы сорняков, и развитие болезней, и пестицидный стресс, который, вероятно, переживут озимые в связи с тем, что понадобятся дополнительные обработки. Филиалы Россельхозцентра в разных регионах Юга России указывают, что появились некоторые вредители, болезни, на которые стоит обратить внимание. Например, в Ростовской области пошло активное развитие красногрудой пьявицы. Имаго вышли из зимовки, сейчас активно заселяют посевы и начинают откладывать яйца. В первой декаде мая в южной части региона начнется массовое появление личинок, которые очень активно питаются тканями листьев. При поисках этого вредителя особое внимание следует уделять краям полей. Продолжают атаковать посевы всевозможные клещи, выходят на поля сосущие бложки, а еще при резком нарастании температур можно ожидать появления клопа черепашки. В Краснодарском крае Россельхозцентр после обследования зимых колоссовых отметил, что инфекционный фон листовых заболеваний пока слабый, ниже уровня прошлых лет. Однако отмечаются фузариозные гнили и гибелина, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, сетчатый гельминтоспориоз. И особенно отметили желтую ржавчину, которая поразила сорта пшеницы Сабербаш и Таня. Правительство России может до 1 сентября нынешнего года ограничить экспорт гречихи. Гречневая каша за рубежом не очень популярна. Но тем не менее, в связи с ростом цен на все зерновые культуры, на мировом рынке подорожала и гречиха тоже. По данным Минэкономики России, с начала года гречиха выросла в цене где-то на 39% и достигла уровня 570 долларов за тонну ФОБ. Глядя на эту цену, правительство опасается, что за рубеж уедет слишком много гречихи. И в общем, в чем-то власти, конечно, правы. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом сезоне Россия экспортировала всего 79 тысяч тонн гречихи. А в этом сезоне, который еще не закончился, уже 220 тысяч тонн. Крупнейшими покупателями стали Китай, Латвия, Украина, Литва и Япония. Действительно ли вывоз большого объема гречихи нам страшен? Но, по данным Минсельхоза, в прошлом году сбор культуры составил 893 тысячи тонн. Объем годового внутреннего потребления крупы Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает в 390-410 тысяч тонн. То есть, даже с учетом текущих темпов экспорта, голод нам бы не грозил. Но, тем не менее. В Минсельхозе газете «Коммерсант» ответили, что вопрос о запрете экспорта еще прорабатывается. Если ограничения действительно введут, то незавидно будет положение ставропольских аграриев, которые, как сообщил региональный Минсельхоз, решили в этом году увеличить посевные площади под гречихой. В прошлом году этой культуре было отведено больше тысячи гектаров. В этом году гречихой собираются засеять почти 3,5 тысячи гектаров. Национальный союз производителей молока обратился в Минсельхоз с просьбой увеличить господдержку отрасли. В объединении указали, что себестоимость производства молока за полгода сильно выросла, и необходимо компенсировать затраты молочников, чтобы цены на готовую продукцию не росли. Если сравнивать март 2021 года с мартом 2020, то производство молока подорожало на 18,2%. Себестоимость килограмма молока в феврале 2021 года составила 29,5 рублей без учета НДС. Средняя отпускная цена у сельхозпроизводителей – 26,6 рублей за килограмм. Союз молоко просит власть сохранить капексы на строительство молочных ферм, ввести компенсацию капитальных затрат для перерабатывающих предприятий, а также предусмотреть меры поддержки в связи с введением маркировки. Кроме того, производителям молочных продуктов требуется субсидия на литр молока. Гендиректор компании «Петрова 5 Консалтинг» Марина Петрова сказала агроинвестору, что молочная отрасль в 2015-2017 годах развивалась прежде всего за счет эффекта продовольственного эмбарго. Но к 2018 году этот эффект себя исчерпал, и отрасль столкнулась с тем, что затраты все время растут, а цены на полки остаются прежними. Повысились цены на ГСМ, тарифы на электроэнергию. А кроме того, немаловажную роль сыграло удорожание кормов и удорожание племенного материала, что было вызвано прежде всего девальвацией рубля. Закончу выпуск по традиции позитивной новостью. Президент России объявил 1 декаду мая нерабочий. Однако 48% российских компаний ответили порталу Суперджоб, что все равно собираются в эти дни трудиться. Эта новость хороша во всех смыслах. Те, кто могут себе позволить не работать, могут порадоваться дополнительным праздником. А те, кому все равно придется трудиться в эти дни, будет не так обидно, ведь вместе с ними на работу выйдет еще полстраны. Таким образом, мы в полной мере сможем осознать, что же это такое солидарность трудящихся. От лица издательского дома «Крестьянин» поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю каждому получать удовольствие от работы. До встречи!